Депутаты утвердили дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения Десногорского городского совета об исполнении бюджета муниципального образования город Десногорск за 2018 год. Слушания пройдут 13 мая в 17.30 в здании администрации, кабинет 325. Также принято решение включить в порядок о создании Дорожного фонда Десногорска дополнительный источник дохода и внести изменения в направление расходов. Дополнивало пунктом следующего содержания – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и капитальный ремонт и ремонт проезда в дворовом территориях многоквартирных домов города Десногорска. Следующей темой обсуждений стали налоги на имущество физических лиц на территории города. Предварительной комиссии было предложено уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес, снизив ставку от кадастровой стоимости с 2 до 0,8%. Депутатский совет эту инициативу не поддержал и отправил документ на доработку, чтобы исключить возможные риски. Также депутатский совет не стал спешить с утверждением правил благоустройства территории города Десногорск. В связи с возникшими замечаниями у коммунальных служб города к порядку правил, документ решили взять за основу и окончательно согласовать на следующем заседании. Неоднозначным на повестке дня был и вопрос об утверждении стратегии социально-экономического развития Десногорска на период до 2030 года. Проект стратегии состоит из трёх разделов. Это анализ социально-экономического развития муниципального образования, оценка его потенциала. Второй раздел – это цели развития муниципального образования и целевые показатели. И третий раздел – это направление развития муниципального образования. По мнению большинства, данная стратегия не имеет реального механизма действия. Единогласно депутаты проголосовали за проект выполнения плана приватизации муниципального имущества за 2018 год после детального отчета Ольги Романовой. В плане приватизации у нас было 7 объектов. По двум объектам у нас аукционы не состоялись. Это нежилые помещения, расположенные по адресу третьего микрорайона, строение 10А, бывшая кафе Гелиос. И первый микрорайон, дом 12А, это бывшая первая аптека. Остальные объекты у нас были реализованы. Обсуждалось на сессии строительство Ледового дворца. Его готовность составляет более 70%. Строительство продолжится в 2020 году.